Экологический кризис, пандемия коронавируса, война в Украине и другие конфликты. Всё это представляет серьёзную угрозу для мира на планете. При этом мировые лидеры во многом не готовы к этой новой эпохе рисков. Об этом предупреждают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Их доклад был опубликован 23 мая в преддверии экономического форума в Давосе. Согласно их подсчётам, количество вооружённых конфликтов за последние 10 лет удвоилось, как и количество беженцев. Причём этот тренд существовал ещё до войны в Украине. Также в мире возросли расходы на вооружение, а в последнее время увеличился риск применения ядерного оружия, отмечают авторы доклада. В то же время мир сталкивается с серьёзными климатическими проблемами. Пожары, наводнения, засуха, нехватка ресурсов, исчезновение видов животных и растений. Доклад делает акцент на взаимосвязанности климатического кризиса и военных конфликтов. Изменения климата и некоторые другие аспекты экологического кризиса оказывают влияние на сообщества, города, людей, ухудшают их условия жизни и способность выращивать продовольствие. В этом случае очень часто возникает социальная нестабильность и конфликты. Когда цены на продовольствие начинают расти, у этого всегда есть последствия, которые можно проследить. Это не всегда приводит к насильственным конфликтам, но слишком часто как раз приводит к ним. Эта проблема стоит особенно остро, например, в Сомали и некоторых странах Центральной Америки. Авторы предупреждают и об опасности продовольственного кризиса в результате войны в Украине. Со сцены в Давосе они призвали политиков и представителей международных организаций комплексно подходить к решению этих двух кризисов. Ключом к этому они назвали международную кооперацию, в том числе и с Россией. Хотя сейчас, в свете войны в Украине, это и сложно себе представить. Мне трудно понять, как можно эффективно сотрудничать в решении проблемы изменения климата, если Россия полностью исключена из международной системы. Поэтому я думаю, что должен быть способ со временем навести мосты, чтобы вернуть Россию в международную систему. Это вовсе не означает отрицание масштабов войны в Украине и того факта, что Россия нарушила международное право и международные нормы. Но мы должны также думать о глобальном будущем человечества. Его нужно защищать совместными усилиями. Авторы подчеркивают, что, уделяя должное внимание войне в Украине, политикам не стоит забывать и про другие вызовы, описанные в докладе. Продолжение следует...